Библия, греческое слово Книги состоит из 77 книг, из которых 66 канонические. Мир вам, слава Иисусу Христу! Аминь. Книга книг известна под тремя главными названиями. Библия, Священное Писание, Слово Божие. Боюсь, не прийти. А что делать, если я-то есть? Что делать? Хороший вопрос. А по какой причине вы атеисты? Это же у вас свободный выбор, правильно? Ну да, я как бы в Бога не верил. Это было всегда или вы как бы пришли к этому? Да, поры до времени. То есть изначально все-таки была тяга, да? Тяги не было, меня заставляли. Родственники близкие, да? Да, меня мать заставляла ходить в церковь, причастие делать. Тогда и тому подобное. А что, почему вы разочаровались? По какой причине? По какой? Ну, я просто не верю. Ну, я переосмыслил... Прошу прощения, ну, матом не выражаться. Хорошо. Я просто переосмыслил свою жизнь. Дети не верят в Деда Мороза. Да. Вот так и... Вот я могу тоже самое сказать, то что, смотрите, вы, допустим, верите в Бога, вы там ему молитесь, то, как бы, ну, поклоняйтесь. То же самое могу сказать я. Я верю, допустим, в Человека-паука из киновселенной Марвел, которую вы просто создали. Не, ну, я... Скорее всего, я не верю тоже в того Бога, в которого вы не верите. Понимаете, самое что интересное? В Деда Мороза там и все остальное прочее, я в такого Бога не верю. Тоже. Вот. Ну, а люди в какого-то Бога так верят? Почему люди верят в Бога? Зачем? Ну, во-первых, смотрите, вот, хотите, я вам расскажу, в чем образ Божий в человеке? Это самообнушение называется? Не, не, подождите, ну, давайте просто порассуждаем. Давайте. Ну, вот, смотрите, ну, а как, то есть, как вам обращаться? Меня зовут Виталий. Вас... Семен и Ирина. Семен и Ирина, очень приятно. Смотрите, Семен, ну, вы, наверное, помните, что Бог Троица, да? Отец, Сын и Дух Святой, так? Да. По имя Отца и Сына Святого Духа. Да. Еще Сына называют Слово. Так вот, смотрите, у нас есть ум. А Отца называют привечный ум. Бога Отца с большой буквы. Вот у нас есть ум у каждого человека, ну, если он не инвалид, правильно? Правильно? Ну, бывает, что там очень сильная какую-то травму получил уже без сознания. Ну, допустим, как человек, когда... Не, 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 у всех есть ум. Хорошо. Ну, вот у нас есть ум, вот. И ум, он постоянно генерирует, постоянно рождает мысли. Верно? Ну, это понятно. Это, то есть, мысли от ума, и, ну, то есть, они неотделимы. То есть, ум, он, ему постоянно, он постоянно генерирует какие-то мысли. Вот. И по учению православному так же. Бог Отец, он постоянно, от него привечно рождается Слово с большой буквы. Ну, мысль по-другому. Вот. И, вот смотрите, и каждому нашему слову, особенно речи, там, если мы это, например, в текст, оформили текстом, там, параграф или даже целая книга, у каждой книги есть дух тот или иной, согласитесь. То есть, мы берем какое-то произведение, какой-то документ, и мы чувствуем, у какого он духа, того или иного духа. Так ведь? Вот. То же самое. Вот в этом и есть образ Божий. Ум, слово и дух у человека. Вот это отображение Творца. И это все едино, как бы, это единое существо на самом деле. Это ты не можешь отделить. Мы ведемся к тому, что верим мы в Бога или нет. Не, я просто сейчас хотел поговорить именно о предметах, в чем в человеке, в чем образ Божий все-таки в человеке. Я вот когда об этом первый раз узнал, и мне очень стало, ну, как сказать, ну, да, очень интересно на самом деле. Ну, это действительно ведь так, ведь мы не можем отделить, вот просто вдумайтесь, Семен, вот мы же не можем отделить, еще раз, да, вот так вот, ум от слова, там, и действительно дух всегда соприсутствует. И это все одно, не, ну, на самом деле интересно ведь. Вот. Не, просто смотри, и как бы я не понимаю, вот люди верят в Бога, да, они ему молятся, они ему поклоняются, они ему там говорят, что Божий ты помоги, помоги, помоги. Ну, на самом деле, кто вот вообще хоть раз в жизни видел этого человека? Я расскажу, не, я расскажу, смотрите, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы Бога видели, ну, то есть люди, апостолы, ученики, они видели Его, насколько могли вместить по человечеству, ведь Он принял на Себя естество человеческое в Иисусе Христе, понимаете? Естественно, что Бога никто вообще никогда не видел по существу Его, даже ангелы, даже ангелы, они не могут Его видеть, потому что мы... Так поэтому, поэтому можно говорить, что я ангел, а что это? Не, ну, подождите, ну, мы можем так и себя отрисать, что мы какие-то, ну, миражи там и так далее, но это ведь не так. Мы все-таки вот с вами, с вами подруга жизни, вы можете ее там обнять, поцеловать, и так далее. Но она не ангел, она не ангел. Нет, я, нет, ну, мы же... Она тоже творение. Я сейчас говорю, что само по себе, ну, все, что сотворено, оно не может познать со Творца. Ну, это как бы такая философская тема. Понимаете? Ты можешь мне на вопрос смотреть, Бог есть или нет? Есть, конечно. Ну, а как по-другому? Для каждого человека он есть, а для того нет. Ты можешь мне доказать, что он есть? Доказать? Да. Ну, я вот, смотрите, так, подождите. Из своей жизни я могу доказать, что когда я, ну, то есть, я прошу... Это самое вне себя. Не, ладно, подождите, подождите. Ну, давайте выйдем ночью, посмотрим на небо, да, ночное, на звезды. Кто, кто, кто это создал? Кто это создал все? Это земля, это физика, это физика, это химия, это атомы. Подождите, ну, вот у каждой вещи... Подождите, Семен, Семен, у каждой вещи есть Творец, правильно? У каждой вещи. Что нас окружает? Вот, посмотрите. То есть кто-то замыслил проект дома, там, в котором мы сейчас благополучно находимся. Понимаете? Ум. И человек, смотрите, человек чем думал он? Умом. Ну, он умом думал, правильно? И генерировал мысли. То есть какую-то систему мыслей он воображал, там, придумывал, там, например, тот же дом построить, там, и все, что в нем находится. Есть Творец этим вещам, правильно? Ну, согласитесь, что есть. Это человек. Ну, вот. А то, что нас окружает, биология, да, вот эта, природа, как вы говорите, природе человеческом, у этого тоже есть Творец. Это, ну, это в бабки не ходи, что есть Творец. А само по себе оно не могло никак появиться. То есть кто-то, кто-то с большой буквы ум, великий ум, разум, замыслил это и создал. Ну, это очевидно, Семен. Тут никак с этим не... Ну, не, 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 я могу с другой стороны подойти. Давай. Я могу сказать, типа, ну, вот, было, ни хера не было. Вот просто вот, ничего не было. Ни космоса, ни планет, вообще ничего. Потом просто, блин, ну, атомы, атомы, просто молекулы. Один столкнулся, второй столкнулся, там, третий, пятый, десятый. Там, тым, пум, пум, взрыв, все. Я вас понимаю, Семен. А теперь приложите это к тому, что один кирпич столкнулся, или даже как кирпич, чтобы создать. Одна песчинка столкнулась, другой песчинкой столкнулась. И как-то таким необычайным образом появился кирпич. Сколько надо ждать по времени, чтобы это произошло? Но это нереально. Но это нереально, понимаете? Чтоб кирпич вот так вот случайным образом. Честные ученые говорят, что это просто нереально. Понимаете? Ну как это реально? Ну вы докажите мне, что это реально. Нет, а я говорю, что боксы... Нет, мы... Подождите! Мы... Не, подождите, мы сначала с вами... Не, ну не, у нас нормальная, здоровая как бы, здоровая дискуссия. Подождите. Самовнушение. А что есть самовнушение? Ладно, давайте на эту тему порассуждаем. Ну, допустим... Ну, допустим... Тебе, допустим, плохо. И ты начинаешь себе там внушать. Боженька, помоги мне, пожалуйста. Да, боженька, боженька. Мне плохо, плохо. Ты начинаешь на себя наклетать, наклетать. Ты начинаешь себе проблемы создавать. Не, подождите, ребят, ну не, хорошо. Допустим, это так. Давайте такой другой вопрос вам задать. В чем смысл жизни тогда для вас? Вот для вас... Не, не, давайте просто интересно. В чем смысл жизни для вас? Жизнь? Жизнь для себя и для любимого человека. Не, подождите, а... Не, хорошо, хорошо, я принимаю. Смотрите. Жить для себя и для любимого человека. Ну, то есть, правильно я понимаю, что нужно любить себя, вы считаете? Нет, себя любить не надо. И любить... Да, вот... Только себя нужно любить. Не, не, смотрите, любить себя и любить ближнего, как самого себя. Здравая идея? Согласны с этим? Мои родители тоже не забывают. Конечно, нет, тут... Ну, я тоже за это. И Господь говорит, что возлюби ближнего своего, как самого себя. Ну, это же хорошо, согласитесь. Это хуй там. Вот. Просто я не понимаю, почему люди верят в Бога. И Его никто никогда вообще в жизни ни разу не видел. Он... Не, Семен, Семен, смотрите. Ну, Он явил Себя в Иисусе Христе. Понимаете? Самое-то интересное. Я могу тоже сказать, что Иисус Христос. Нет, подождите. Ну, Иисус Христос, Он же не просто был пророк. Он такие дела делал, которые никто вообще никогда не делал. Воскрешал мертвых. Ну, кто от века воскресил мертвого? Да, Он не воскрешал мертвых. Ну, как это вы... А почему вы так... Нет. Нет, это уже исторические факты, ребят. Ребят. Иосиф Лавий. Даже иудеи. Вот знаете иудеев, которые противника Христа? Они... Да, они даже утверждают... Которые распяли его. Они даже утверждают, что да. Но они говорят, что Он это делал магией там. С помощью бесов, как бы. Слушай, а что если наша история вся переписывает? Ну, что значит переписывает? Многоя история, вот то, что вот часть... То, что нам говорят... Они переписаны. То, что нам говорят в учебниках по школе, в Библии, по телевизору. Она переписана. Ну, то есть, смотрите, я вас понял, как сказать, вашу мысль. Возлюбить ближнего, как самого себя и себя, и себя, и ближнего, как себя. Давайте все-таки вернемся к тому, в чем мы едины. И от этого будем отталкиваться. Просто мне интересно. Ну, хорошо. Вот о родителях сказали. А знаете, что вот все же хотят... Вот сейчас тренд такой, да, он всегда, в принципе, был в человечестве. Что жить долго и счастливо. Верно? Можно тебя перебить? Давайте. Ты от темы не уходи, пожалуйста. Хорошо. Еще раз. Не буду уходить. Я говорю, что если наша история вся переписана? В чем, где доказательства, что она переписана? Доказательства приведите, пожалуйста. Не-не, ну вы... Не, есть какие-то источники, откуда вот эта информация, и где доказательства, что она переписана? Ну вот, что Библия... Вот говорят, да, говорят, что Библия... Нет-нет, где доказательства? Ну, хоть одно вот, вы мне и явите, пожалуйста. Ну, вот и самым счастливым вопросом. Нет, каким образом? Таким образом, потому что Богу не существует. Ну, как не существует. Вот твои слова буквально 30 секунд назад. Доказательства и так далее. Нет, и вот вы говорите, что переписана вся история и так далее. Ну, где? А я спрашиваю, откуда эта информация у вас? Ну, где доказательства? Хоть какой-то источник, чтобы я мог проверить. Вы можете явить? Ну, блядь, ну ты это точно не проверишь. Потому что ты... Ну, это есть в Бугле, да, там пишут, что может быть история переписана. Потому что, ну, не каждый... Ну, не может человек полностью все сдать, и откуда он произошел, или нет. Просто смотрите, да, вот просто видите это вот. Человек, почему вот он, как сказать, отвергает Бога? По какой причине? Как вы думаете? Потому что он просто... Потому что это самовысливые люди. Он сомневается в нем. Ну, он сомневается в нем. Хорошо. Я скажу грубо, но кто он такой, чтобы вот... Ой-ой-ой, блин, он мне помог. Не, ну подождите, ну кто... А вот... Не, ну вот... Ага. Ну, допустим, там, врачи, те же самые. Они спасают больного ребенка, у которого, допустим, опухоль мозга, брак мозга. Они ему делают операцию на головном мозге. Они там вырезают ему, делают ангелы, все, они там операцию делают, там, не знаю, 18 часов. В итоге, что говорят родители этого ребенка? Слава Богу, что мне Господь, Господь Бог помог, а не врачи. Не то, что это врачи сделали, а Господь Бог. Ну, Господь Бог руками врачей, вот так вот они обычно думают. Ну, разумный человек. То есть он положил на сердце, так и все так сложилось хорошо. То есть и рука у него не дрогнула, он ровно обрезал. Врачи сделали. Ну, хорошо, врачи, врачи. Давайте, давайте, вот я хочу все-таки, чтобы, ну, мы расстались на, ну, как сказать, на мирно и пришли к каким-то общим знаменателям. Можно я вот об отношениях с родителями вам из Библии несколько строк прочту? И потом от вас обратную связь хочу услышать. Можно? Хорошо, сейчас, чуть-чуть, подождите, я открою. Да, 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 нужное место уже. Так. А у вас дома Библия есть? Нет. Нет? Отошли, отошли, ладно, хорошо. Здрав. Здрав. мир вам православный христианин ищу людей с кем поговорить о боге спасение душе вечности поговорить о боге я согласен хорошо давай поговорим если ты хочешь вот смотри как ты считаешь нет люди говорят что они атеисты они придерживаются такого мнения что если бога нет ну как бы если я его не видел значит его не как ты думаешь это правильно но вообще библии так написано сказал безумец сердце своим нет бога а почему там дальше идет ответ они развратились совершили гнусные преступления потому что люди не стремятся идти к свету а для потому что если он признает владычество бога создатели ему придется осознать что надо исполнять его святые заповеди а за это потом придется еще отвечать если что-то где-то грешил не так делал и человек вот так вот себя стоят вообще вот я больше всего пример чем людям привожу например я говорю вот вы говорите бога не видел никто никогда да так оно и есть только написано чтобы христос когда пришел на землю в нем явился именно господь бог а в наш разум человеческий тоже его сейчас отрицать это во первых это глупость мы не видим вай-фай bluetooth конечно эмоции чувств любви страха мы их не видим но они есть понимаешь аминь барнаул алтайский край вот и как вообще при церкви так чисто от себя я православный христианин простой мирянин то есть в храм хожу субботу воскресенье то есть они это не священник обычный мире не которых живет в миру работает своими руками нет я 26 лет осознанно пришел к богу именно осознанно встал на колени и покажется в грехах мне сейчас 41 год 15 лет тому назад и что тебя постигло что какое событие в твоей жизни случилось что ты вот у тебя вот так произошло но вообще это все было подготовительно потому что поиски смысла человеческой жизни начал задуматься 17 лет вообще для чего я живу здесь на земле чекаешься вроде бы казалось все есть здоровье все есть душе нету вот это шире это пустота вот это особенно блуд вот это пьянство там другие какие-то грехи они всегда у меня внутри собой унитали я хоть и совершал потому что избавиться от них я не мог без бога вот а потом уже меня побудило тому что 26 лет я встретился с одними православными братьями они мне дали в руку цвету и библию в руки вот она у меня сейчас настольная книга моется и через нее как раз я усилу знал на все свои вопросы ответы и вот эта книга меня изменила то есть я осознанно встал 26 лет с богом показали грехах все что у меня было в прошлой жизни и господь не избавил в раз перестал пить перестал блудить и другие какие-либо грехи делать пить например курить я не курил материть я не матерился не господь спас от этого хотя друзья сплошь и рядом это все сделать почему я спрашиваю потому что некоторых людей ну вот у некоторых людей случаются события некоторых жизни вот они тоже приходят к тому почему я пришел это вот камеру мой знакомый он попал в аварию их было четверо в машине вот выжил только он получается один и вот после этого он будучи в реанимации тогда в больнице еще сейчас он наверное уровне постижения как ты но во всем у него есть слово божье скажу так изменила для него это событие жизни да чаще всего так и человек приходит через скорби так что вот так вот согласен это с тем что при рождении человеку веру навязывают но если имеется ввиду то что вот родился ребенок да к примеру сейчас в россии его идут крестить то есть он сам этого не понимает что с ним делают вот как ты считаешь человек бы в возрасте 20 лет к примеру уже осознанно будут такие люди которые не захотели бы там пройти обряд крещения то есть это получается с одной стороны что это навязывают то есть там владельцем возрасте тебя уже крестят а ты этого не понимаешь еще вот в чем суть как как ты считаешь это ну вообще правильно но я вам отвечу по слову божьему например в ветхом завете еврейский народ это первый который господь открыл истину истину поклонения отцу небесному у них было что младенцев обрезали на восьмой день он тогда тоже не это не понимал и ничей его воли никто не спрашивал просто господь сказал есть кто будет не обрезан тот не войдет в общество господне то есть это грозило смертью по тем законам по ветхе в новом завете это прообраз крещения это колоссянов 2 глава говорит что обрезание было прообразом крещения почему сейчас младенцев крестят именно по вере родителей ну опять же смотри какая вера на это должен священник смотреть а может человек просто забежал в храм покрестить а в следующий раз появится только когда там у меня свадьба будет это понятное дело что это все обман то есть родители его не научили вере не наставили надо будет спрос именно уже стаскера который крестил этого ребенка и вот этих родителей допустил что они вот так вот лица не научил их не наставлял нас вот и лично вот я сам город барново в алтайский край у нас дверь православного община здесь у нас здесь согласно канону в православной цепке от трех до пяти лет оглашения то есть человек должен подготовиться к крещению осознанно я пришел 26 лет два года я готовился к крещению осознанно после этого только принял крещение в воде троекратное погружение во имя отца и сына и святого духа у меня конечно познания маленькие там в библии еще где то да но смотрел доводил смотреть фильм называется страсти рисунок ну иисуса да и там все таки иисус до определенного возраста не верил как сказать не то что не верят ну скорее всего да не верят то что он послание божий и просто определенный возрасте когда он встретил у ана то есть ему он был не младенцем понимаешь он был обычным плотником а там не помню в каком возрасте там честно сказать но он как бы я чему это говорю потому что он изначально сам не понимал этого и не верил это а потом вот как-то уже вот начал верить это у вас ошибочное мнение потому что христос есть бога человек написанного послал павел тимос 1 тимофея 316 бог явился во плоти и бог явился во плоти то есть будучи уже там сирал ему жила 12 лет есть такое в библии но уже веке описывается случай не был в храме ему задавали там которые находились внутри храма священнослужители там другие кто находились люди он отвечал написано мудро и разумно то есть они удивлялись в мудрости как с какой он отвечал им то есть это он все знал потому что он был во первых еврейский ребенок а евреев если вы насколько знаете они самого детства самые образованные люди в мире то есть их наставляет родители им господь дал такую мудрость у нас вот если в россии меня не наставили я такой говорится глупый вырос например там а если родители образован они не будут наставлять но не в этом смысл господь и для того явился крещением и на вышел в 30 лет потому что по еврейскому законам муж становится совершенно мином в 30 лет в 30 лет он вышел на проповедь то есть принял крещение а крещение он принял написано для того что людям ян креститель мог сказать о христе то есть когда я крестил крестил за полгода до явления христа народ начал собираться и вот после этого господь и вилса и принял крещение мог еще не надо было принимать ну что крещение происходит прощение грехов он безгрешный у них сотворил ни одного греха он бога человек и почему он принял крестную смерть именно потому что он не безгрешен за человека должен умереть только тот который безгрешен а это только господь может жила не все люди грешные все начиная с адама который совершил в раю начиная закончая последним человеком будет жить на земле все согрешили и лишены славу божьей как же написано согласен согласен вообще есть и вообще есть это опыта того что вот я сообщаясь с православным сам как пришел богу лучше конечно осознанно прийти чем не крещение хотя я с вами согласен но практика церковная вот именно согласно славу божию она применена опять как пастыри то есть возрожденного человек не возрожден то есть знает ли он родители на же эту например в общем вот я в православном нашу хожу креста воздействия она называется города барнаула у нас не один все до единого люди люди зашли осознанно в эту общину то есть осознанно уверовали в бога то есть через слово божие через библию святую то есть вникали изучали ходили на занятия и все и вера к ним пришла все начистое святую библию все а детей уже крестят конечно по их вере как положено хотя первого века вот я верю не первого века четвертом веке святые очень известны православной церкви это ян златоус васильев и другие они крестились и уже 20 с чем-то лет то есть не в момент когда они родились а именно в осознанно когда пришли к сами к вере и тогда приняли крещение как сказать то сейчас по большей части вот вот я лично уже разочаровываюсь в служителях церкви потому что они совершают такие действия которые как бы при их положении в обществе не только в обществе да при вере они должны этого делать то есть понимаешь как бы для истинно верующего я считаю не важно какой марки у тебя машина там какой у тебя дом там да вот это все для него достаточно это просто скажем так халупы там у хибары какой-то да там где-то в лесу там что-то да вот а сейчас вот большинство служителей церкви короче наживаются тупо на этом тупо делают деньги но смотрите это потому что сплошь и рядом нарушение идет православной церкви принято канонами что называется симония вот это серебро люди вот когда таинства продают продаются за деньги таинство это благодать божия то есть священнику дана такая власть он не имеет права никакие деньги за это брать не за крещение там не за другие то есть другие танец за венчание потому что это все совершает благодать божия через его через его руки это называется симония то есть она запрещена в церкви вот так как служители вошли вот такие как апостол павел в двадцатой главе деяния пишет что к вам войдут лютые волки которые не будут щадить стадо вот у нас православной церкви это вот сейчас творится но несмотря на это я нахожусь в православе потому что здесь полнота истины то есть господь создал церковь и сказал брата рада не одолеть ее почему-то потому что будут те члены церкви который будет возвращать истину нести свет вот сейчас вот у нас я в данный момент нахожусь у нас у меня через стенку находится храм то есть у нас одноэтажный барак деревянный старый такой еще вот в одном половинка как трапезного сейчас я здесь нахожусь трапезного у нас а через стенку там находится именно храм там у нас совершается литургия когда священник приезжает совершает литургию слушай я забыл как называется место в храме куда запрещено заходить девушкам и и мирянина простым обычным людям это называется алтарь да я помню когда меня крестили я вот был в этом алтаре там батюшка ну потом проводил у меня там иконы разные висели там красиво очень было поэтому я помню да это по канону что женщин нельзя вообще ходить в алтарь а мужчина именно даже вот ребенка когда крестит его проносит через алтарь и выносит девчонку на маленькую девочку крестит ее только перед алтарем туда не заносит как господь установил закон вообще я еще не знаю у нас есть много ресурсов на это в интернете очень полезно вам советую почитать это наш сайт форум называется во свете библии если заходите можете записать себе там много полезно для себя узнаете и даже есть на ю тубе канал у нас православная деревня строится в которой на прийти обычно 5 принципов то есть человек должен доказать что он не пьет не куришь не матерится не ворует не нужен и тогда с ним идется первая беседа вот я сейчас зимой нахожусь город барнаул у нас деревня находится 150 километров называется потеряевка от барнаула вот туда вот я езжу на лето там летом же то есть у нас там детский православный лагерь было сейчас просто другом формате дома уже заниматься детьми приезжают родители с детьми с ними занимаемся то есть трудятся на душу ребенка у меня нету я себе определил на одиночество именно для бога с ночь я думаю что такое одиночество не делает тебя у вас особенно она просто мешает жить потому что одиночество на самом деле это очень сложно и очень скучно и очень трудно так я не одинок вы поймете я не одинок когда я уверовал во христа у меня братья сестры по всему миру я не говорю про я не говорю про духовных братьев про духовного отца там мать я говорю про то что тебя окружает где ты находишься то есть понимаешь ты вот если живешь в квартире там в доме да вот когда туда заходишь нет такого ощущения что чего-то не хватает просто какой-то не знаю того момента к примеру даже что тебя там кто-то должен ждать что тебя кто-то встречает там что тебя кто-то любит что кто-то тебе заботится ну я считаю что это тоже должно присутствовать обрекать на одиночество это просто это показывать всем что ты типа с ну как бы особенный это те делает но это не делает просто человек особенным это просто мешает жить это вы так думаете на самом деле многие так думают даже даже вот сейчас буквально там полгода назад у меня была такая ситуация в жизни к примеру да я был в отношениях с девушкой пять лет пять лет то есть до пять лет уже много многое что успели пройти там разные испытания вот не виделись год потом после двух месяцев совместной жизни она говорит что не любит там ну и вот уходит от меня и вот когда я был с ней в отношениях да вот у меня не было каких-то подруг да она ну мне хватало одного человека вот ее то есть пример хватало ее а не было каких-то подруг там друзей близких да мне достаточно было одного человека ну для меня идеалом был она вот просто говорит разлюбила все и ушла и и тогда я тоже вот тупо не знал что делать вот это больно конечно очень очень больно и тогда вот я тоже так думаю блин а зачем вот мне кто-то еще нужен вот пример будет у меня будущем там девушка да еще а вот если вот так ну вновь полюбишь там да тебя полюбит и через время опять это у кого-то пройдет и кто-то один будет страдать а зачем нужно мучить человека вот я думал так то есть а потом я понял что если нужно у человека просто встретить своей жизни вот нужного который который на самом деле там будет с тобой не из-за того что как эти квартиры там куча машины там сколько у тебя денег а просто которая будет тебя любить там и иметь какие-то чувства к тебе да и вот с ней ты можешь прожить всю жизнь то есть а у вас девушка у вас девушка верующего сначала сначала там года четыре назад говорила нет мол ну вот такой версии тоже придерживалась потом я и есть что как бы это неправильно версия между той что типа если я не видел его значит его нет потом я объяснил что все это глупость ну и она начала как-то верить до начала носить крест крест и из иерусалима привезли там такой деревянный начала его носить ну и в итоге в итоге получается как получается получилось вот так что она говорит у меня пропали те чувства я тебя разлюбила и это было честно то есть не появился другой человек который не нравится просто просто вот так вот ушла вот а я вот страдал просто страдал не делать это значит что у человека не значит у вас и у этой девушки не было вообще веры даже она пыталась что-то вам как говорится как бы не сказать поддержать вас что ли в этом смысле вообще не крест ничто это не влияет если ты написано в евангелии не родишься свыше каждой ссоре и в каждой в каждом турном периоде жизни поддерживал всегда и я то есть поругались иду я мириться это было девяносто девять процентов из пяти лет то есть она не могла подойти первое там и сказать там ну вот извини к примеру да что то такое я всегда делал на встречу первые шаги то есть всегда делал так что у меня то вера есть просто у каждого она своя вот вы сделали главную ошибку что вышли за неверующую именно или девушку согласно слова божий если ты хочешь жениться например выходи только в господи тысячи верующих так это на самом деле верить и боится бога когда она будет почитать тебя как главу семью они то что там ты должен пить и 99 процентов не каяться она должна была тоже это говорится помогать раскаяться если что-то не так делать понимаете я ждал этого просто я на самом деле ждал этого что когда-то она начнет понимать и осознавать что прощение и извинение покаяние это есть душевные качества твои настоящие то есть там как бы но этого не случилось просто случилось так что вообще разошлись так что как-то вот так может даже и к лучшему господь же сами жать из него все промыслительным господь знает и избавляет нас убивать от ненужного она может наоборот и через этого вас господь к себе хочет приблизить чтобы к нему начали более усердно молиться больше измекать в западе его святые я вот например тоже я вам сейчас сказал я определился я на одиночество на самом деле господь не определил то есть у меня были попытки женить бы ну господь так все устроил что все расходилось а то есть меня никакие нигде не брачные союзы не совершались потому я понял господь избрал меня именно для того чтобы я благове стал потому что когда ты живешь один ты для господа можешь больше сделать нежели когда ты женатый ты когда живешь один ты где-то угождаешь для господа если ты у тебя жена есть угождаешь жене также жена угождает мужу апостол пара об этом пишет одна из одна из не то что цели как-то задач одна из я не знаю как назвать ну мужчина должен посадить дерево вырастить ну построить свой дом и вырастить ребенка продолжить свой род в этом есть тоже замысел божий так скажем да потому что если бы все так жили вот так вот обрекали себя на одиночество мне кажется люди уже вымерли кому как дано например господь его англия где с картой кто-то сделался с капцом от человека кто-то сделать сам себя с кацом то есть имеется да в духовном плане то есть ли можешь я пленить и можете жениться а можешь определить себя вот именно это жить для бога для христа это уже в твоей свободной воли думает ость он сделали от человека то есть его из видений жить именно одним то есть для бога чтоб не женился для замуж не уходила девушка нам не запрещено это брак не все это если но почему почему так несправедливо почему почему вообще мужчина любит сильнее чем любая женщина то есть пример вот если я люблю я люблю я ее не разлюбил к примеру даже когда она сейчас ушла она разлюбила почему всегда страдает мужчина получается в основном во всех отношениях там я не беру кого-то именно в пример а вообще то есть получается так что боль вот это вот все страдание испытывает мужской пол женскому полу просто ну просто когда у него все заканчивается он просто греха да мне наплевать и уходит вот это тоже на самом деле с одной стороны не понимаем несправедливо почему страдает кто-то один или все должны ну не то что все страдать должны оба понимать свою вину там раскается или же никто одну ну я не знаю может быть как на войне один побеждает один проигрывает я не знаю у соломона так сказал начало мудрости страх господний если человек страха божий не имеет жилье и дальше у нее и со совесть все его не осуждает может и осуждает он этого не показывает то есть если ты молишь это не может именно считать что ты во всем чили за прав а кто-то не прав ты должен в себе это все увидеть мы же в течение жизни совершенствуемся господь нас к этому призвал если тебя злословили в ответ не за слов если у тебя ударили в ответ не ударяй то есть обувать человек не сдержится ударит то есть он еще это не прошел запасе божий дальше в течение жизни он это как раз семейная жизнь она принципе помогает людям через это говорится отшлифовываться просто молитесь господь вам покажет какой дальнейший ваш путь если уж вы решитесь точно сделайте это именно согласно слову божию то есть берите именно девушкой только в господи кошара верующие с ними страх божий а за нее молитесь за свою может господь ее коснется когда да понимаете чего боюсь ну чего я боюсь то боюсь того что просто а если случится так что во первых наше время такую девушку найти очень тяжело когда ты даже будешь искать а когда ты вообще ничего не будешь искать то само это к тебе не придет как говорится на бога надейся а сам не плашает то есть сам ты что-то делать а вот если вот сейчас примерно там 22 пройдет еще 10 лет мне уже 32 наше время 32 года как бы ну кому-то уже по факту нужен ты уже не так молод там допустим у тебя все есть ну я просто боюсь что это не произойдет скажем вот так вот здесь полностью надо доверяться богу если вы верующие вы знаете что бог всеми управляет то есть наши именно же нашей судьбой нашей жизни надо полностью довериться богу господи веди меня как тебе угодно и господь и вас поведет вот для этого вы должны читать слово божие вникать в него и господь вам укажет путь главное то есть и стоит перед человеком спасение души и бессмертных это первая наявит нагломейшая задача автор себе на тоже семья работы и там другие что мы чем занимаемся и делаем первое это спасение души своей ну ладно бог помощь вам вас как звать вас как звать меня владимир завтра вас как ну что кирилл на будем прощаться если желание будет заходите на наши ресурсы много полезных вы себя найдете во свете библии знаете лакину четыре слова введите в интернете и все это найдете может что-то я записал все но сюда разбогу спасибо христос вас давайте за вас я буду молиться бог помощь библия да она отвечает на все вопросы и самый главный вопрос для чего человек родился как жить надо что иисус христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания если мы каемся он дает силы духом святым жить по-новому но только чтобы мы на старую блевотину не возвращались как свинья вымытая это очень очень серьезно для бога жить это у тебя первых и жизнь бывает интересно ты смерти не страшись мне 81 год и сколько пережить пришлось за слово божие нас гоняли я только восемьдесят седьмом году освободился политзаключенных политическую статью загоняли и на кого не обижаемся башкирка меня можно вот тоже можно в каком городе живете в каком городе казань башкирия а башкирия а у вас какой там город то нет это или стане у вас уфа в уфе находятся я подарил им в уфе 38 томов моих книг лапкин и гнати таких книг больше нигде нету можно конечно вы там православную церковь где узнаете но и сходите познакомьтесь что защищенник на исповедь сходить мы живем один раз сестра один раз а с чем мы туда предстанем что тут делается в рулетке половина мужиков раздеты процента 85 мусульман это ужасно даже ужасно маленькие дети как вот бесенята крещат визжат еще маленькие дети сидят а мы строим православную деревню у нас нельзя лгать пить курить материться и воровать и таких нету никого я знаю мы там проезжали там в библиотеке очень хорошая библиотекарь и они даже на улице нас провожать вышли я 650 городов подарил свои книги по комплекту 38 томов если у вас есть духовный вопрос о спасении души о вечности вот можете задать а если пожелаете встретиться позже вы запомните меня зовут игнатий лапкин где-то запишите себе и вы по skype у меня найдете игнатий лапкин а вот если напишите еще такое youtube канал во свете библии называется во свете библии игнатий лапкин вы там увидите все как у нас одеваются как живут как трудятся как молятся как отдыхают во свете библии игнатий лапкин это барново тайский край во свете библии у нас очень большой youtube в 17400 роликов наших семнадцать тысяч роликов просмотров 43 миллиона просмотров 43 миллиона вот мне 81 год а я здесь а я здесь сижу хорошо а вот у нас не не пользуется никто это маникюр 16 добрый день мир вам как вас зовут меня зовут сергей павлович в федор для чего здесь находитесь там все от рулетки но вы здесь для чего пообщаться но я здесь для того чтобы рассказать людям о своей вере я христианин слова иисус христу а вы наверно мусульманин да вы читали свою священную книгу как она у вас называется называется у вас вот такая вот книга дома есть да и библия не такая а в вашей книге а иисусе христе говорится нету а ваш руководили в каком веке жил в шестом на наше столетие позже ваша религия появилась чем христианство наша в первом веке возникла почему сын бога по человечеству то есть по человечеству он сын бога он одновременно и бог и человек мы мы также как и вы однобожники мы верим в одного бога но в трех лицах отец сын и святой дух и христос сама себе ведь я и отец одно не понимаете да он он и сын бога и бог одновременно то есть он бог пришедший во плоти он говорит я и отец одно а себе он говорит сын человеческий бог явился во плоти бог явился в плоти этого и в евангелии от его она говорится начали было слово и слово было у бог у бога и слова было бог и она обитала с нами а кто она обитала с нами иисус христос бог с нами обитал он в первом веке пришел на землю умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания чтобы мы в рай попали вот так мы верим да его не мог него не украли это этим которые востерегли дали денег чтобы они наврали что его украли они на самом деле обманули всех им заплатили он воскрес не не нет он умер и воскрес воскрес мы верим то есть умер а если он не воскрес то он отчет на веру ваша написано просто надо чтобы за ваши грехи кто-то умер вы же согрешаете вы же верите что грешников бог не не берет в рай и так если совершаете грех он сам оплатит за свои грехи но чем но бог сам накажет в этом мире и в другом понимаете но примеру вот ну кто-то убил твоего родственника он совершил грех а бог его не наказывает в этом жизни как он живет счастливый и как значит он его накажет там но он отнял жизнь например на человек этот убийца а ему дали 10 лет через 10 лет он отсидел вышел а тут того-то уже не вернуть которого он убил разве это справедливо не знаешь не знаешь а я вот тебе скажу что возмездие за грех смерть а дар божия жизни во христе иисусе господи нашим то есть если за этого убийца он покается и больше не будет убивать никогда принесет покаяние перед богом перед иисусом христом бог его простит но он должен поверить что за него за его грех убийство умер христос то есть если он совершил грех он должен умереть умереть бог должен наказать должен убить за грех возмездие за грех смерть это у нас послание римлянам говорится иисус дарю дарует прощение чтобы люди каялись они не не смотрели греховное как здесь щад рулетка это самое поганое место на земле так что берегите себя слушать из родителей когда они говорят вам правильно по-хорошему идешь из школы никому не заходи потому что всякая беда может быть береги себя где ваш я девочкам пальцем не прикасайся у вас умеют беречь женский пол так что будьте внимательны если вы хотите узнать у нас у нас очень большой youtube канал у нас во свете библии запиши во свете библии игнатий лапкин это я игнатий лапкин во свете библии я начальник детского лагеря был 45 лет вам будет очень интересно посмотреть как у нас дети играют работают у нас каждое воскресенье на садях кататься на лодках плавать мы строим православную деревню с нуля где нельзя пить курить материться воровать ну вот можете зарядить во свете библии игнатий лапкин и вы зайдете на наш youtube youtube очень большой 17400 роликов наших только не ругаться чтобы не как ни одному 14 тысяч 17400 вот как 17400 во свете библии игнатий лапкин четыре слова напиши канал во свете библии игнатий лапкин так но пока с вами хлопцы прощаемся да сохранит вас господь от всякого зла берегите себя с богом там другая жизнь все люди воскреснут у них тоже в книге написано так чтобы любили друг до любили друг друга не обижали слушались родителей они мусульмане умеют мусульмане умеют хранить девственность у девушек у них они не болтаются как наши голые в интернет в этом здесь ни одной не увидишь мусульманки они за их голову отдают у них надо поучиться только мы свидетельствуем о христе об иисусе что умер за наши грехи и мы каемся ходим храм божий мы не он у него книга есть он сам знает что там ему надо у нас своя библия мы считаем считаем верим и у нас здесь хорошее отношение с мусульманами у нас вражды никакой нету я живу барнауле город от алтайский край а у нас тут тоже девушка слушать вот так вот так вы если желаете можете зайти на наш видеоканал у нас канал очень обширный он называется во свете библии игнатий лапкин а то я вот свете библии игнатий лапкин у нас 17400 роликов своих вы понимаете что что это за цифра да мы строим с нуля православную деревню где человек обещается что не будет лгать пить курить материться воровать у нас ходят девушки как два платка как хиджаб на одеты и платья до полу у нас какой-то голод ходит здесь у нас такого нету мы очень строго мы очень строго верим вот у нас была миссионерская поездка и мы в боку ночевали в доме мулы мула это у них как священник наши друзья и там были у нас беседы потом ходили мы вмещать мы молились по православному там в одной библиотеке там стрелкой написано комната для намаза мы директора спросили он говорит разговоров нету позвонил открыли мы разулись у них разуваются и там помолились все засняли просили мира дагестану чтобы люди уверовали во христа христос умер за нас у нас очень хорошие отношения они у нас я вот начальник детского лагеря был 45 лет без помощи государства тысячи детей подняли у меня и мусульмане и там и баптисты мы-то православные у нас разные люди были разной национальности повторяю без помощи государства вы знаете как это трудно вот мы деревню строим деревню мы первым делом храм построили в школу государственную дороги делаем за свой счет хотя дороги делать должно государство мы не ругаем путина не ругаем амана тулеева никого не в чечне рамзан ахматович обставим пример рамзан ахматович кадыров единственный руководитель региона запретил аборты он герой россии а он мусульманин видишь как он очень смелый он смелый он настоящий герой у меня от него похвальная грамота есть даже я был у него и подарил ему книги у меня вышло из печати 38 томов книг я был занятия в пяти университетах 13 школах в отделах милиции воинских частях и люди просили издать это как выглядит каждая книга 752 страницы и бог положил мне на сердце подарить книги библиотекам и мы проехали с барнаула до владивостока потом до лиссабона португалия прошли скандинавию прибалтику турцию и север 650 городов посетили районных центров и сделали подарок на 35 миллионов рублей это господь делать так это бог делает человеку это нельзя сделать где мы ночевали и с нами собака настроить собака немецкая общарка и после второй поездки она стала на выставке чемпионом россии с подзащитной караульной службы я сам когда-то занимался с собаками в уголовном розыске мы всю дорогу остановимся позанимаешься видите когда с богом как интересно и для верующих смерти нет а только есть переход с одного состояния в другое иисус обещал не покину не оставлю а без бога что друг друга вот сейчас смотрите шамсудин авто равиль забайкаль это восьмерых застрелил до расстрелял а почему чего а над ним издевались я в армии был на должности на большой я знаю что то такое расстрелял так еще скольких он ранил он горит я жалею среди расстрелянных его два были близкие они ну тут некогда было выбирать ему офицеров застрелил сейчас начинают говорить а я и знаю издевались они сказали в эту ночь тебя насиловать будем сделаем тебя таким-то папа-мама а уже его поступок его поступок но его пока не решили пока арестованы но ничего не решили сейчас за него там компания отец у него кажется майор до этого приезжал он еще не сказала парнишка такой вот на вас похожи молоденький я спрашивал нет нет не со стороны закона а стороны ничего не сделали он не просто стрелял а положил их и подходил стрел расстрелял и потом каждому контрольный выстрел в голову сделал то есть говорили хотели статья такая что такое бывает состояние у человека импрессия не знаю что у него на голове да 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 но его довели он там уже скольких они изнасиловали эти нехорошие люди то игорь то почему же к офицерам не обращать до к офицеры это и делали вместе с ними вот что то сразу путину доложили российской армии да путину доложили шойга шойгу сергей министр вооружали вооружение то его и теперь разбираются кто виноват людей то тех нету все а теперь буду думать как у нас в армии тоже однажды было такое издевались издевались он пошел по по квартирам нашел где кто если расстрелял офицеров надо жить мирно тихо я вот сотрудничаю с тюрьмой я издавал книги потом издал архипелаг гулаг солженицын и брал интервью репрессированы и стихотворение против ленина написал и меня я пять тюрем прошел освободился только в восемьдесят седьмом году а реабилитирован в девяносто первом и поэтому я знаю этих людей которые сидят сотрудничаем с тюрьмой и когда ну по камерам идем не заходим а окошечко открывает кормушка называется и мы что можем тем помогаем в первую очередь я узнаю кто мусульмане первую очередь им помогаем а почему потому что он чужом месте находится ему очень тяжело чтобы не сломался видите как мы нестандартно подходим но тут спроси его правильно нет он чужой у него чужая пища все по-другому тут он не командует тут пятьдесят русских он там один сидит с ним тому тут такие уголовники сидят а мы в первую очередь им чтобы он не растерялся чтобы он выжил так они меня выходят на дому ищут отблагодарить вот как бог делает а я это делаю во имя иисуса христа он готов у нас иса тоже пророк игру нас не пророк господь бог да 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 мы разговариваем как надо так ребята давайте прощаться все хорошего во свете библии игнати лапкин найдите и вы найдете а если по скайпу заходить игнати лапкин я все ресурсы скину вам храни вас господь дослужитесь верните с радостью идите в храм божий помолитесь с богом господь бог творец небо и землю дал человеку свободу